Для борьбы с изменениями климата Европейский Союз намерен ввести углеродный налог на иностранные товары, которые поставляются на европейский рынок. Внедрение такого налога несет в себе определенные риски для всех экспортеров природного газа и нефти, в том числе и для Азербайджана. Хотя законопроект еще находится на стадии разработки, методология расчета сбора еще неизвестна. Тем не менее, эксперты считают, что внедрение его можно ожидать в среднесрочной перспективе. Дело в том, что в Европе резко сократилась и нефть, и газодобыча. Импортозависимость по нефти на сегодняшний день превышает 90%, по газу приближается к 80%. По мнению экспертов, все это наряду с рисками открывает новые возможности для стран-экспортеров. Здесь как раз таки я считаю, что наша экономика получает определенный шанс для того, чтобы перенаправлять инвестиционные потоки больше в переработку. Мы знаем, что 90% валютной выручки, поступающей в страну, это доходы от экспорта нефти, теперь будет и газ. Но я думаю, что нам пора, конечно же, инвестировать и в нефти, и в газопереработку, и вместе с тем региональная экономическая интеграция. Это тот вызов и тот в определенной степени выход из этой ситуации, потому что без этого, конечно же, находить рынки сбыта для более высокотехнологичной продукции, для продукции с более добавленной высокой стоимостью, именно на европейском континенте будет крайне сложно. Ситуация, когда для стран, которые производят слишком большой углеродный след, будут вводиться дополнительные пошлины в случае, если они хотят им заниматься экспортом. У нас такие не функционируют до сих пор законодательные нормы. То есть мы сейчас только работаем над тем, чтобы создать какое-то законодательство, которое будет воспринято Европой, которое будет считаться равнозначным. Все-таки есть собственные ограничения, и они действенные, то их двойным каким-то обложением налоговым за то, что у них углеродные выбросы, их этому подвергать не будут. Это первая угроза, и она вполне реальна, и ее избежать каким-то образом обойти не получится. Но есть другая угроза, которую тоже опасаются, которая связана вообще со всей этой зеленой повесткой, то, что Европа в целом переходит на возобновляемые источники энергии, ветер, солнечная энергетика, и будет отказываться от ископаемых. И вот здесь, мне кажется, что скорее преувеличивают, что ли, рвение Евросоюза в этом направлении. Редактор субтитров А.Семкин